Здравствуйте, ребята! Есть отсутствующие? Все присутствуют. Присутствуют все, да? Хорошо. Ребята, я вас приветствую на уроке от графика и проектирования. Как у вас настроение? Здравствуйте. Я думаю, что и урок наш пройдет таким настроением. Молодцы, ребята. Ребята, прежде чем начать наш урок, наша тема называется «Визуализация творческих идей». Цель урока – знать и применять разные средства для визуализации проектных работ. Где они будут применяться и в каком виде. Хорошо. Ребята, тема урока у нас – визуализация творческих идей, мы уже говорили. А цель у нас – знать и применять разные средства для визуализации проектных работ. А что такое визуализация, ребята? Давайте вспомним. Словом «визуализация» мы уже с вами встречались где, когда мы 2D изображение визуализировали, потом перешли на 3D визуализацию моделирования. И кто может сказать, что такое визуализация? Пожалуйста, Ромша. Это мощный инструмент, с помощью которого можно материализовать ваши творческие идеи и замыслы. И использует преподаватель что в ходе объяснения? Примеры. Примеры. Какие используют? Плакаты используют, да? Еще. Презентацию показывает. Схемы. Схемы, правильно. Визуализация творческих идей. Вы на этом уроке научитесь применять разные средства для визуализации. Поэтому, это какие средства, ребята? Сейчас мы узнаем. Это эскиз. Пусть будет первая группа у нас. Название – эскиз. Так. Это у нас чертеж. Пусть будет группа ваша – чертеж. И название еще – макет. Пусть будет у вас группа названия – макет. И ночная работа. Прежде чем, ребята, приступим к новой теме, давайте мы повторим прошлый урок. Почему? Потому что нам эти понятия, которые сегодня используются ключевыми словами на этом уроке, пригодятся. Метод «Колесо имен». Здесь у нас мы сначала рассмотрим вопросы один раз и другой раз рассмотрим, кто будет отвечать. Вопрос – научно-исследовательская документация. И кто будет отвечать? Так. Дим, Нурай. В процессе научное исследование. Опытно. Констюр. Тоже не tinham ничего? Так. Думай. Дим, Нурай. Исплетворяем его в процессе научное исследование. Опытно. Научно-исследовательская документация – это пакет информации, который исходит от научных исследований. Правильно, молодец. Хорошо, перейдем. Так, дальше. Следующий вопрос выбираем. Техническая документация. Это комплекс графических и текстовых документов, определяющих технический прогресс изготовления этого проекта. Хорошо, молодец. Кто-то хочет добавить еще размера? Техническая документация – это работа документов, которые используют при проектировании и использовании объявлений. Все хорошо. Сейчас посмотрим следующее видео. Архитектура призвана делать воображаемое, реальное. Любое архитектурное сооружение является продуктом мысленных идей. Даже самый простой фрагмент застроенной следы сначала возникает как идея, а лишь затем визуализируется, встает в виде конкретного оптического изображения. Визуализация воображаемого в реальность – базовый принцип действия архитектуры, ее главная функция. Архитектурный замысел определяется вкусом автора – моды, технологиями, материалами и климата. Архитектурный замысел определяется вкусом автора – это определенное архитектурное сооружение, выполняющее свои функции. Какие предложения есть? Что такое функциональность? Когда-то мы говорим слово «многофункциональность». Почему мы так говорим? Что такое функциональность? Мы говорим «многофункциональность» потому что выполняют большой опыта и все выдач. Очень хорошо. Потому что любая зона для функции, она является ключевым для кабеля, которая будет действовать. Допустим, также в этой комнате есть очень много столов, где можно сидеть, также делать свои дела, также есть пространство, где можно ходить. Очень хорошо. Внутреннее пространство – реальность, ради которой задумывается и осуществляется здание. Поэтому формирование здания начинается изнутри, с разработки проекта. Сначала он преобразуется в план здания, а из плана – в общую композицию объемов и фасадов. Фасад здания может демонстрировать его назначение, в виде деятельности, для которой предназначается строение. Взаимосвязь внутренних пространств и внешних объемов напрямую зависит от функционального назначения постройки и художественного образа, который должен иметь, которое задание. В двух направлениях. Первое – с точки зрения замкнутого пространства, декора и мебели. Второе – со стороны внутреннего пространства интерьера и внешнего пространства, природы, ландшафта и окружающей среды. Дизайн проект можно выполнить также на компьютере при помощи социальных программ. Гармоничное сочетание современных строений и природного окружения – актуальная тема архитектуры. Ландшафтный дизайн сочетает в себе элементы искусства и науки. Поэтому архитектор-дизайнер, ландшафтный дизайнер должны обладать знаниями в различных областях, творческим подходом, иметь высокий уровень художественного и пространственного мышления. Дизайнер дизайнера в С honor за счетом вousкинга —AREhaul КОНЕЦ До встречи с нами! Музыка Евген수 Для декорирования интерьера применяется фитодизайн. Дизайн с использованием живых растений. Одна из его форм – вертикальное озеленение. Так, ребята, вопрос посмотрели, да? Приведите примеры, пожалуйста, визуализации, идеи из различных областей творчества. Вы посмотрели, да, сейчас, какие творчества были выполнены с помощью визуализации? Где мы можем такие? Натуральных цветов. Так. Настоящих цветов и зелени. Правильно, натуральных. Да. Использовать наши знания. Визуализирование. Сначала обдумывает какие-то знания должны быть. Прежде чем начать новый проект, человек визуализирует, придумывает проект своего. Документы и по нему следуют какие-то схемы следуют. Дизайнер одежды, да? Для дизайнера самое первоначальное дело – это составить план. То есть для начала у него должен быть эскиз того, что он хочет сделать. Эскиз, схема того, как он может решить этот объект. Документы, да. И получается для того, чтобы был рабочий проект в итоге, он должен следовать этому плану. Правильно. Хорошо. И одежда, кто будет ее носить? Из какого материала будет выполняться эта одежда? Это мы все должны вставлять, то есть визуализировать, да? Потом только мы рисуем эскиз, да? А эскиз уже превращается во что? В рабочую одежду. В готовую одежду, да? Когда мы уже подобрали материал, уже выполняется сам проект. Хорошо. Органическая архитектура. Современные здания вписываются в природный пейзаж и становятся его естественным продолжением. Органическая архитектура представляет собой философию, в основе которой лежит идея о гармонии между человеком и окружающим миром. С помощью макетов, как мы можем творческие идеи визуализировать? Легче нам или в виде схемы нам легче? Они еще разнообразные вещи будут составить. И макеты тоже очень хорошо, удобство. Хорошо. Молодец, хорошо. Достатки или достоинства данного пространства. И удобно клиенту или неудобно клиенту с этой точки зрения. Визуально. Так, есть идеи? По порядку встаем и говорим. Например, на первой картинке, мне кажется, там мало пространства. Например, этот маленький куфик, мне кажется, он будет мешаться. И еще диван, он будет сделан из кожи, а он потом может поселиться. Доставлю. Я считаю, что это переводка. Это будет неудобно для людей и будет как в самом стиле. Здесь, да? Да. Что варенький и кольер вмешать. Так, хорошо. Это уже будет ли не интерьер? Еще, получается, метод сочетания, как это, в каждом материере должен быть метод сочетания объектов. То есть, например, диван должен сочетаться с, как это, размером стола, стола, например, да? Или декоративные картины или так далее, которые сочетаются с, как это, с определенным примером. Хорошо. Еще какие стили есть? Одними из видов являются древнегреческие, романтика, барокко, минимализм, максимализм и так далее. Здесь показана мечеть Тадж-Махал, и ее архитектурный стиль является индо-исламским. Как? Архитектурный стиль данной мечети является индо-исламской. Индо-исламской. Исламской. Как бы, не имеет острых углов, он больше округленный, больше, как бы, сферический, и это представляет, представляет собой стиль модернизма. Очень хорошо, полный ответ, спасибо. Ребята, та, Владимир, пожалуйста, та стандартная башня, и стандартная таура относится к максимализму. Это не москлёв, его высота достигает высоток из-за два этажа, похож на зажигалку из-за его второго. И поэтому он и зажигалку. Хорошо, спасибо. Такие заготовки, заготовленные на платформе приложения Flipit.net, ребята, это для того, чтобы вы запомнили ключевые слова нашей новой темы. Какие ключевые слова здесь мы говорим, проходим, чтобы это запомнить. Попарно будете выполнять. Здесь буквы поменялись местами. Надо их расставить по местам и сказать значение этого слова. На двоих. Здесь есть, да? Есть, да. Можете обмечать, да? И четвёртая – это эскизный проект. Десятая – это поясничная записка. Вы будете выполнять зонирование пространства. А что такое зонирование пространства, ребята? Кто вспомнит? Так, пожалуйста, Камиль заполнит. Зонирование – это прием для декорирования, который помогает посадить на разные функциональные зоны. Очень хорошо. Свободные зоны, да? То есть, использовать как эстетично и экономично, ещё эффективно. Молодец. Так, будем составлять постеры по готовым шаблонам. Где? Ваша идея, ребята. Это ваши идеи. Ребята, время ограничено. Работаем. Активно работаем. Это тоже? Это туалет. Дима. Здесь, смотри. Тут есть туалет, да? Ну, где? Настоящие элементы, да, помните? Пожалуйста. Что? Ну, кто-то, 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 что это? На, 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 на. На, 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 на. Это, как к вам почему-то не дадут. В apple, can I walk you pour your attention. Или давайтеyani. Так. Вот, gre 건. Вот диван. А что говорите? По низу окон, как раз диваны, двойные диваны и так далее. Четыре и дельте. Вот диван. Двумочки. Нет, зачем вам это? Какая комната? Вы сначала скажите, что вам рассказали? Я не слушаю. Да. Большие шкафы для хранения одеялов, подушек и так далее, чтобы можно было положить большие диваны и надеть ночевать в случае прихода гостей. Присутствуют телевизоры для просмотров фильмов или каких-то видео. Много места для гостей. Большие окна для хорошего освещения. Также присутствуют лампы настойной. Флаконы. Зона отдыха, например. Насколько вы функционально зон разделили? Зонирование же. Дневная комната, диван. У нас рабочее место. Рабочее место. И? Дальше мы проходим в зал. В зале у нас есть также шкаф, диван. Там есть стол для нужды. Все для нужды. Есть грант, плита. Здесь есть умывальник, где можно сидеть и тут даже сделать цветок. Не получилось, конечно, времени мало было. Ну, как смогли. Дальше мы проходим в санузел. Санузел, мне кажется, вот так будет в глубину будет. Смотрите для вас. Здесь мы сделали спиральную машинку. Здесь сделали санузел. Здесь душ. Здесь умывальник. Здесь, чтобы полотенце быстро высыхало. Дальше мы проходим в комнату. В спальне точнее. В спальне есть рабочее место. Компьютер. Где вы можете сами сидеть. Там документы какие-то сделать. Есть шкаф. Также для одежды. Есть спальное место. В стиле дом и максимализма. Тут все для удобства жителей. Машина. Шкаф. Сад. Вот. И также здесь бассейн. Где можно провести время детям. Также у нас здесь компьютерные столы. И все для удобства и детей, и взрослых. Они могут провести время в гостиной, отдохнуть и так далее. Мы обустроили ее внутреннюю и наружную часть. Это ландшафт. А также внутренняя часть – это дизайн, фильтр, мебель. У меня не возникло трудностей в составлении схемы, правилах, алгоритма работы. Я понял тему урока и смогу рассказать ее друзьям и родителям. Я смогу применить полученные знания в самостоятельной работе.